Добрый день! С вами опять я, президент Международного фонда защиты прав человека, бывший узник совести, правозащитник Ведадий Скандерли, проживающий в политической иммигранции во Франции. Сегодняшняя тема, как и предыдущая, будет, естественно, тема войны между Арменией и Азербайджаном. Поводом того служило то, что обращение мое всему миру, в том числе и армянскому народу, и азербайджанскому народу, и Российской империи во главе с диктатором Путиным, и обращение диктатору Алиеву, и обращение фашисту Пашиняну, и всем другим, а также под Халиму. И я бы сказал, что подстилки, армянские подстилки министру иностранных дел Лаврову, в том числе президента Америки Трампу, президента Франции Макрона и Маньола. Эти люди якобы являлись субпредседателем ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха. 27 лет мы ждали этой войны. Да, именно ждали этой войны. Потому что переговоры, которые еще вел старший Алиев Гейдар, враг азербайджанского народа, с армянскими своими президентами, только заключался в том, чтобы сохранить свое власти над азербайджанским народом, а также потом передать своему сыну, младшему Гейдару Алиеву, который является не только наркоманом и героиншиком, но и взяточником и коррупционером. Но все то, что я говорю про Алиева и Пашиняна, фашиста Пашиняна, никакого отношения не имеет к вопросу Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах исконно азербайджанские земли принадлежат нашему народу, нашим предкам, и там не будет жить ни одного армянина. Ни один армянин не должен жить в Нагорном Карабахе. Я это говорю как правозащитник, потому что ровно 30 лет оккупировали наши земли. И вот, когда началась война, выяснилось, что армянские силы самообороны ни к чему не годны. Годно только играть войну войной, вот так называемое в действии. Теперь я обращаюсь к субпредседателям минской группы ОБСЕ. Где мы были 27 лет? Где мы были, когда народ Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были беженцами с Нагорного Карабаха из семи районов, предлагающих Нагорному Карабаху? Возвращая, выступая по телевидению, Илхам Алиев гордо, в кавычках, объявил, что никакие переговоры уже не может быть с Арменией. Но достаточно было раз крикнуть Путину, и Алиев риторику изменил, говорит, что мы привержены к мадридским принципам, базовым принципам. Базовый принцип, мадридский принцип было выработано Алиеву, его отцом. Но в настоящее время, в настоящее время, это базовый принцип устарели. Почему я скажу? За последние 100 лет более 2 миллионов азербайджанцев были выселены, выдворены с территории Армении. Нынешние переговоры должны заключаться так. Так, 2 миллиона азербайджанцев, предки, которые приехали с Арменией, возвращаются в Армению. Им дается такой же статус, как в Нагорном Карабахе. Либо ни один армянин не должен жить в Нагорном Карабахе. И я обращаюсь ко всему миру. Если хоть один армянин, я дни-два говорю, понимаете, хоть один армянин будет жить в Нагорном Карабахе, это войны в конце не видать. Она будет продолжаться веками. Поэтому я обращаюсь к армянскому народу, который фашист Пашинян сегодня со своего народа сделал мясорубку. Более 8 тысяч, уже 10 тысяч армяне погибли в течение вот этого последнего месяца в войне. Ради политики нельзя уничтожать народу. И мое обращение к диктатору Путину. Если ты такой миротворческий, будем говорить так, король, почему же ты не осуществляешь миротворческую миссию в Грузии, Молдове, Украине, где оккупировал почти что 20% названных мною республик, почему вы ведете эту имперскую политику, я еще вам отмечаю и припоминаю, что мира на этой земле между азербайджанцами и армянами не будет. Нет, это все словесно, то, что говорит Алиев, то, что говорит Алиев, Пашинян, да, признается, что никогда мира не будет. И вот я обращаюсь к своему народу, чтобы они не были такими простодушными. И те, к которым верит Алиев, Алиев зависит от Путина, от русской империи. Не зря в 93-м году путем переворота его отец пришел к власти. За последние 27 лет Путин в той или иной форме получил от Алиевых более 200 миллиардов взяток, денег в качестве взятки. Или в форме натуры, значит, нефти, или, будем говорить так, натуральной формы. Только последние, вот это в 2018 году президентские выборы обошлись Азербайджану за 30 миллиардов, которые наличными были оплачены в качестве взяток Путину. Об этом не говорил друг министра с чрезвычайной ситуацией Азербайджана Чамаль Адин Гейдарова, друг Кудрян Касангулиев, депутат. Даже Али Гасанов, бывший помощник президента, говорил, что Россия от нас требует все деньги азербайджанский, которые за 27 лет, будем говорить так, похищены со стороны Алиевых и других олигархов. Так вот, я теперь как правосочетник, как человек, который хочет мира, обращаюсь к армянскому народу. 100 лет Российская империя будет пользоваться в качестве презерватива, и вы будете гибнуть, вы потеряете свою государственность. Достаточно, чтобы не вмешались минская группа ОБСЕ, и Армения как государство, не на горном Карабахе, а Армения сама по себе не будет существовать как государство. Я недавно смотрел политика армянского Филиппа, фамилия его забыл. Смотрите, какие умные слова говорит этот политик, как Айрик Ян. Левонтер Петра Сиана слушал, что в 97-м году решался этот вопрос, но националисты с Нагорного Карабаха в качестве фашиста Кучеряна и Саркициана не дали согласия. К чему вы готовились? Миру готовились, когда в Нагорном Карабахе оккупированных прилагающих районах вы построили настоящие цементные дамы. У вас не было и мыслях вернуть клачок земли Азербайджана. А теперь, когда азербайджанские власти, не власти, а азербайджанская армия и азербайджанский народ начал войну и выигрывает, нам нужна всего неделя, чтобы мы вот этот трехцветный флаг повесили на Тханканди, который вы называете именем Степана Шаумяна, и в Шуше. В Нагорном Карабахе, я еще раз говорю, не должен жить ни один армянин. Мы предлагали вам, мы предлагали раньше вам, чтобы жить в автономии. Вы не согласились. Теперь мы должны адекватно поступать. Я Алиеву обращаюсь, этому негодяю, этому сволочь настоящему, который играет судьбой миллион азербайджанским народом. Пускай 2 миллиона азербайджанцев возвращаются в Армению, 70% территории Армении принадлежит Азербайджану, пускай дадут автономию, а потом мы будем решать в Нагорном Карабахе, что им дать, автономию или просто так жить, как граждане Азербайджана. На этом я заканчиваю свои мысли, еще раз говорю, Путину дорого обойдется, Российская империя развалится, как мороженое 20-копеечное, Украина скоро начнет войну, в Грузии начнется война, в Молдове начнется война, в Азербайджане уже началась война, и Россия потерпит крах, и от Русской империи останется только Кремль, и этот Кремль надо уничтожить, как гнездо, змеиное гнездо, надо уничтожить это Кремль, чтобы больше в мире не было противоречий. Все беды в мире исходят от Российской империи, от имперских ваших политики, вашей политики, поэтому вы не имеете, русские, не имеют права существовать, как государство, оно должно развалиться во главе с этим дебилем Соловьевым, во главе с этим дебилем Жириновским. Если вами управляет оконченный уже человек Жириновский, о чем можно говорить? Ведь есть же в России умные политики. Белоруссии победят, народ победит, это я уверен. НАТО будет продвигаться в Белоруссию, Украину и в Азербайджан. И Российская империя исчезнет. Это я вам говорю 100% Да здравствует Азербайджан смерть Российской империи.